Здравствуйте, дамы и господа! Меня зовут Дмитрий Домбровский, и это программа «Самогипноз» для чайников. Программа для тех, кто хочет управлять своей жизнью, научившись управлять своей психикой. Ну что же, мы продолжаем разбираться с гипнозом и самогипнозом, и сегодня мы поговорим о гипнотических феноменах, точнее, об одном из них. На самом деле, феноменов гипнотических очень много, и, скорее всего, позже мы поговорим и о них. А сегодня мы поговорим об удивительнейшем явлении. Это явление называется постгипнотическое программирование или постгипнотическое внушение. Что это такое? Постгипнотическая программа я называю некую программу внушения, которая проводится на фоне глубокого гипнотического транса, но реализуется после того, как человек выходит из гипнотического транса и возвращается в обычное бодрствующее состояние. Иными словами, эта программа работает тогда, когда человек, как это говорят в обывательской среде, просыпается, выходит из гипноза. Давайте посмотрим на пример. Знакомьтесь, герой программы «Что ты делал в прошлую пятницу» Сергей. Когда мы познакомились с Сергеем, Сергей действительно произвел впечатление очень застенчивого, неуверенного в себе человека. Он признался нам, что у него действительно очень много всевозможных фобий, страхов. И мы решили попробовать сделать его нашим героем. Давайте прежде всего убедимся, действительно ли Сергей входит в глубокое гипнотическое состояние. И не просто убедимся. Давайте об этом нам расскажут врачи. Для этого мы поехали с Сергеем в одну из поликлиник. Сергей Позняков стал одним из таких счастливцев. От остальных людей он отличается тем, что может управлять своим телом. Сейчас вы своими глазами увидите, на что способен человек, которому посчастливилось быть очень гипнабельным. После следующего эксперимента ему будут завидовать даже спортсмены. К телу Сергея подключили кардиологическое оборудование, чтобы проверить, может ли человек управлять работой собственного сердца. Может, давайте он полежит, успокоится немного. Сердце пульсирует так же медленно и так же гармонично, как вся природа вокруг вас. Все успокаивается, дыхание ровное. 51, у меня еще такого не было. Молодец. Теперь можете разгонять его. Только что на ваших глазах человек замедлил свой пульс одним усилием мысли. Что скажут медики, глядя на кардиограмму? Сердце бьется все чаще и чаще. 94, было 71, да. Было 94, стало 71. Больше всего меня впечатлило то, что когда он вышел из состояния, он сам увеличил частоту от 71 до 94. Практически он сам за несколько минут смог увеличить частоту сердечных сокращений. Сам за несколько минут он сократил, а потом увеличил частоту пульса на 23 удара. Причем Сергей не двигался. Раньше об этом можно было прочитать только в учебниках по психиатрии. Гипнабельность Сергея дает возможность провести яркий эксперимент. Сергей ради эксперимента согласился войти в самую глубокую 30-ю стадию транса. Гипноз помогает открыть в себе те качества, которые ты думал, что у тебя нет, а они у тебя есть. Эксперимент номер два. В гипнозе человек реально чувствует вкус несуществующих внушенных продуктов. Странная вещь, но в трансе организм реагирует так, как будто на самом деле человек ест настоящий продукт. В учебниках по гипнозу описываются случаи, когда уровень сахара в крови повышается при приеме виртуальных сладостей. Вот показатели уровня сахара. 4,5 – это нормальный анализ. Норма от 3,3 до 5,5. Сергей входит в транс. Дмитрий Домбровский начинает угощать его воображаемым шоколадом. Лаборант наготовит с пробирками. Ешьте шоколад как можно больше, ваша кровь должна насытиться шоколадом, и вы любите шоколад. Запивайте это какао, там есть очень вкусное какао, сладкое действительно. Вы чувствуете, организм наполнился сахаром, ощущение этого сахара, ощущение сладости во рту будет долго еще сохраняться. Кровь берут на анализ повторно. И это останется ощущение сладости во рту, это значит… Ну, было 4,5. Головка чистая, ясное сознание. Через несколько минут, когда Сергей приходит в себя, ему делают еще один анализ. У меня было впечатление, что там, не знаю, высыпали пачку ванилина, просто сладкое, все такое, какао. Но вы вкус чувствовали, да? Я до сих пор чувствую вкус шоколада. С помощью врача-анестезиолога Дмитрий Доморовский провел Сергею тест на болевые ощущения. По утверждению ученых, гипнотической анестезии может быть достаточно для проведения операций. Я затронусь иголочкой к вашей коже, а вы просто прокомментируйте ваше субъективное ощущение. Остро. С этой стороны? Еще больше даже. Еще больше остро. Есть у вас одноразовые иглы? Ну, очень. Ну, если что, не надо больше, не боюсь. Нет, я вас уверяю, что вы не будете даже чувствовать. Так, хорошо, поработаем. Смотрите. Сейчас на вашу правую руку мы одеваем толстую кожаную перчатку. Можете попробовать поколоть перчатку? Мы берем перчатку и прокалываем перчатку. Чтобы извлечь иголку, гипнотизер замораживает руку пациента. Рука помещается в морозильную камеру. Сейчас начинает застывать рука. Холодная становится. Чувствуете, что рука становится холодной, замерзает просто. В данном случае поверхностные неполосные манипуляции возможны. Руку я абсолютно не чувствовал. Я ее начинал чувствовать где-то вот здесь, около плеча. Далее у меня такое впечатление, что у меня ее просто нет. Открываем крышечку, вставляем в прибор и закрываем. Кровь Сергея после прокалывания иглой мы отдаем на анализ. Интересно взглянуть на анализы крови. Температура воздуха в помещении не изменялась на протяжении всего эксперимента. Но анализы свидетельствуют о том, что рука действительно была в холоде. Получается, что когда гипнотизер говорил про холод, вот испытуемый действительно ощущает холод. И этот холод является реальностью. Его организм на самом деле каким-то образом чувствовал этот воображаемый холод, и более того, организм реагировал на него. Получается, что все чувства, которые участники кастинга переживают во время транса, реальны. Все команды воспринимает как команды и выполняет эти команды. Я сразу же говорю, Сергей входит в самую глубокую гипнотическую фазу. А таких фаз в различных классификациях очень много. Например, есть таблица Хузбанда и Дэвиса. В ней 30 гипнотических фаз. Вот Сергей входит в 30-ю, последнюю гипнотическую фазу, 30-ю степень сомномбулизма. Есть также классификация Каткова. Вот по таблице Каткова Сергей входит в 3,3, в самую глубокую сомномбулическую фазу. Мы потом, позже поговорим о глубинах состояния, что это на самом деле такое. Но вы должны понять, что гипнотический транс – это состояние неоднородное. Бывает поверхностный транс, бывает очень глубокий транс. И все эти состояния, все эти ступеньки, они описаны и классифицированы. Итак, мы видим. Сергей по жизни человек неуверенный в себе, застенчивый, скромный. Мы решили изменить одну из черт его характера. Я ввел его в гипнотический транс и задал образ человека уверенного, сильного и даже немного наглого. Давайте посмотрим, что произошло. Вы будете абсолютно в полной уверенности, что вы очень опытный, очень сильный охранник. Вы стоите на входе клуба, в котором намечается вечер. И вы точно знаете, что в этот клуб можно приходить только в юбках мужчинам и женщинам. Здравствуйте. Здравствуйте. Можно к вам пройти в клуб? Нет, нельзя. Мы из Чехии, Чехии, Прага. Вход в клуб разрешен только в юбках. Юбка? Юбка. Это весело, здорово. Я могу заплатить вам мани. Могу... Опа, внимание, как профессионально. Пошел вон. Это весело. Весело? Что ты получишь, будет весело. Рожа твоя, на. Написано, блядь, для людей. Ты чё, как собака, какая позорная блядь, бежишь. Веселимся. Веселишься? Международный скандал. Отдыхай, скандал. Мы будем жаловаться. Поперимскому. Почему? Поперимскому. Нет, милиции. Поперимскому. 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 Звоню. 02. Там и мама римская приближет. Ага, я понял. Все, отдыхаем, ребята, давайте, давайте, не будете, у меня работа на столе. С вами сфотографироваться. Нет, нельзя, на съемка запрещена. Можем выйти просто с вами, выйдем по-нраве, как человек. На съемка запрещена, ребята, и вход только в юбках. До свидания. На YouTube. YouTube. Козли. Вообще, что за блюдо? Можно менять не только черты характера. У Сергея много страхов. Он боится пауков, он боится высоты. Кстати, Сергей боится высоты. Мы подумали, что если этот страх у Сергея просто убрать? Объясняю все поэтапно. Достаточно просто. Слушайте меня внимательно. Итак, мне необходимо ввести Сергея в глубокое гипнотическое состояние. Далее я задаю ему образ нового человека, новые черты характера, нового качества. Нового качества его личности. У вас начнут открываться глаза, и вы будете в полной уверенности, что вы подполковник МЧС, который находится на важном спецзадании. На пятом этаже самоубийца хочет спрыгнуть с балкона. И вы специалист, психолог по переговорам с самоубийцами. Вы будете видеть меня как своего стажера, лейтенанта Дмитрия. Глазки открываю. Где этот дурик? Вот он. Кот дурил. Это ёшкин кот. Ты что делать? Вы знаете, что говорите? Да успокойся, блин. Все нормально. Он может прыгать. Он может прыгать. Не, я нет. Первый раз? Да, я первый раз. Ну, смотри. А вы, товарищ подполковник, вы давно работаете, да? Да он какой-то сумасшедший нам передали, что это какой-то сумасшедший. Ну ничего, сумасшедших лейтен. Ну как его вылечить? Он пьяный, смотрите. Он пьяный. Ты чё, что случилось-то? Расскажи. Чё с тобой-то? Расскажи. Он пьяный, товарищ подполковник. Смотрите, я не знаю, рассказываю. Ну что ты думаешь? Жизнь. А ты думай. Давай, решайте. Товарищ подполковник, мы, кажется, убедили его. Смотрите. Молодец, Сань. Я тебя за уважаю. Многие часто спрашивают, сколько времени длится или держится постгипнотическая программа. Сколько времени, например, Сергей не будет бояться высоты. Ответ очень простой. Если я через день Сергею буду подкреплять это внушение, эту программу новым, подкрепляющим каким-то образом, страх высоты исчезнет навсегда. Если Сергей захочет избавиться от страха высоты навсегда, ему необходимо всего лишь навсего в течение недели входить в эти состояния и формировать образ. Через месяц никакого страха уже не будет. И так, со всеми чертами характера, со всеми привычками и так далее, и так далее. Об этом мы будем говорить. Вы спросите, при чем здесь самогипноз? Я создал образ полковника МЧС. Смелого, не боящегося высоты человека. И, введя Сергея в гипнотический транс, я внедрил этот образ непосредственно в его подсознание. Но вы думаете, все дело в моем голосе? Все дело в голосе гипнотизера? Нет. Все дело в глубине состояния Сергея. И если Сергей самостоятельно войдет в это состояние и сформулирует, и сформирует такой же образ, как это сделал я, эффект будет точно таким же. То есть Сергею гипнотизер не нужен. Вы должны понять самый важный принцип самогипноза. Каким вы себе себя представляете, таким вы и будете в результате. И для этого необходимо всего лишь две вещи. Необходимо умение погружаться в глубокое трансовое состояние и умение создавать программу образ, которая будет вводиться в ваше подсознание и становиться вашей чертой характера или новой моделью поведения, новой моделью ощущения. Знаете, после съемок программы, что ты делал в прошлую пятницу, ко мне подошел Сергей и спросил, а как мне похудеть? Я говорю, Сергей, нет проблем с вашим состоянием, с глубиной вашего состояния, никаких проблем похудеть нет. Я вас научу входить в это состояние, это очень быстро. Вы будете входить в это состояние медитации и представлять себе одно. Вы подходите к зеркалу, вот как вы себя хотите в этом зеркале видеть, как вы себя хотите видеть, каким вы хотите быть. Вы должны четко очень представлять, всего лишь каждый день. Вот проходит полгода, мы случайно встречаемся с Сергеем. Сергей похудел на 30 килограммов, я не узнал его. Упражнение, которое мы подготовили в нашей студии к этому выпуску, это дыхательная практика. Дыхательная практика позволяет людям углубить это состояние. А тем людям, которым очень тяжело даются трансовые состояния, дыхательные практики являются самыми эффективными. Если вы считаете себя человеком негипнабельным и на вас не действуют обычные традиционные медитативные или гипнотические техники, то дыхательная практика – это как раз для вас. И вы можете почувствовать действительно глубокое трансовое состояние, осваивая такие дыхательные практики, такие дыхательные техники. Это пятый выпуск программы «Самогипноз» для чайников. И я, ее ведущий Дмитрий Домбровский. На сегодня все. Встретимся на следующей неделе. Удачи! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok